Приветствую! Вот уже более трёх лет прошло с выходом многоскандальный Fallout 76. Многим она запомнилась как забагованный, поломанный, никому не нужный кусок кода, но были и те, кому игра понравилась, а баги вызывали лишь улыбку, а порой смех. На релизе Fallout не хейтил только ленивый, кто заслуженно, а кто хайпу ради. Весь интернет обсуждал сратые сумки, которые шли в коллекционном издании, поломанные анимации, вылеты, падение под локацию и многое другое. Но на удивление, несмотря на все проблемы игры, многие игроки остались в ней, игнорируя весь негатив и помои, что сливались на творение беседки. На сегодняшний день игра сильно преобразилась, в ней появились NPC, интересные и не очень сюжетные линии, новые фракции и система отношений с этими самыми фракциями, новые ивенты и активности, а также данжи. Багов и фризов тоже стало значительно меньше, хотя время от времени они всё же встречаются. Комьюнити в игре собралось очень отзывчиво, игроки то и дело встречаются и подгоняют вам всякое добро, правда, на диалог идут неохотно. В целом, работа над проектом явно ведётся, многое вырезалось, что-то дорабатывалось, но что в итоге мы с вами имеем? Каков, так сказать, на вкус Fallout 76? Сегодня я, тайный агент Тодо Говарда Леонер, расскажу вам немного как и о самой игре, о её особенностях и изменениях, так и о том, как в неё играется, и стоит ли лично вам ознакомиться с Fallout 76. Приятного просмотра! Итак, начиная разговор о любой игре, стоит сразу отметить её цены и системные требования. Fallout я приобретал за фулл прайс как и на PS4, так и в Steam на ПК, цена в котором 1300 рублей. Хотя при большом желании игру можно урвать и по хорошей скидке, рублей так за 400. Там есть ещё какой-то стилдаун издания, но я не буржуй, чтобы раскидываться такими деньгами. На плойке, как я помню, игра выглядит относительно неплохо, но из-за низкого качества текстур, долбанному пересвету, о котором я ещё упомяну позже, и порой странным речушкам, игра напоминает смесь третьей-четвёртой части. На ПК же всё немного лучше, дальность прорисовки больше, тени освещения чуть проработаннее, а текстурки бодрее. Графика Fallout по сути своей красивая, я не раз останавливал свой увлекательный сбор железных банок и делал красивые фоточки. Но вот сам игровой процесс, особенно когда солнечная погода, доставлял боль моим глазам. В игре жуткий пересвет, я не знаю, почему никто никогда об этом не говорит, возможно, эта проблема лишь для меня. Но благо, карта игры масштабная, и со сменой первой локации эта проблема решается. А вот насчёт саунда и эмбиента нареканий нет никаких. Звуки природы, шелест деревьев, отдалённый вы собак или, может, твари пострашнее, работает на атмосферу. Радио в игре тоже неплохое, большинство песен вам будет знакомо по предыдущим частям, что меня немного расстроило, хотелось бы немного освежить плейлист. По системным требованиям Фолуч вполне лоялен, я без особых проблем играл в неё на 1050 Ti на средних настройках, так что, если у вас не совсем холодильник, игра точно будет выдавать стабильный 60 кадров. Ну а на карточке 3060 Ti, на которой не записан этот геймплей, было сложно поймать фрезы даже во время бурной активности игроков. При входе в игру вас сразу же встретит добропорядочный магазин, сделает пару подарков, подкинет халяву и между делом предложит переписать квартиру на некого Тодда Говарда. Ладно, это, конечно, всё шутки. В целом, магазин как магазин. У меня не появилось к нему какой-то ненависти или же наоборот желание отдать все кровно заработанное. В магазине о том вы сможете приобрести как и новые эмоции, значки, различные костюмы и трансмог на силовую броню, мебель для своего дома, различный интерьер и прочую косметику. Скипнув магазин, давайте двигаться дальше. А дальше Fallout готов предложить вам несколько режимов игры, но ещё ни один из них, кроме основного, конечно, долго не прожил. Помню, на старте тут был PvP-сервер, который таки не смог покинуть рамки беты. После него появился режим королевской битвы, который я даже не раз смог заценить. В целом, не лучший представитель этого жанра, думаю, никто оплакивать его не будет. А да, чуть не забыл про возможность создать свой личный сервак с Вортнайтом и Говардом, куда можно пригласить своих корешей. Тема неплохая, но даётся только обладателям месячной подписки. А что, я вам не говорил ещё о ней? Ну, значит, настала пора. Подписка Fallout'а даёт возможность не только насладиться игрой со своими друзьями на отдельном серваке, но и дополнительные награды боевого пропуска. Да, он тут тоже есть, но в отличие от многих игр, он бесплатный. Моё уважение. Также вы получите крутую броню рейнджера из Fallout New Vegas. Заметьте, не с третьей части. Ещё месячно вам будут отстёгивать немного донатной валюты. Ну и нельзя забывать о всяких штуках по типу палатки для выживания, ящика для разборки, значки и эмоции. Стоит эта радость 1069 рублей в месяц, что ну очень уж внушительно. Так сказать, чисто для эстетов, благо она не обязательно. Ну да ладно, вся эта мишура никаким образом не изменит игру, а только сделает немного удобнее. Так что, огорчив Говарда, давайте всё-таки наконец узрим просторы Вирджинии. Первым делом нас встретит экран создания персонажа, который вроде ничем особо не отличается от четвёртой части. Разве что рандомом тут невозможно создать настоящего красавчика. Но я решил эту проблему гениально, поймут только Алды канала. Крутите ползунки, чтобы настроить размер носа, скул, глаз, жопы, лба, щёк, шеи, пузо и жопы. Добавляйте ссадины и шрамы, чтобы стать женственнее. Выбирайте прическу и бороду, цвет глаз и волос. Короче, а-ля Sims. Начинаем свой поход мы в убежище 76, где нам вполне ясно расскажут, что вообще случилось с миром, кто вы такой и какова ваша профессия. Обучат разным механикам игры и отпустят на вольные хлеба постигать этот мир. Мне лично было интересно посмотреть на жизнь убежища, в котором не проводились стрёмные бесчеловечные эксперименты. Набыт людей, их досуг, чем они вообще занимали всё это время, пока там наверху был пиздец. И... они бухали. Бухали и играли в футбол. У меня в комнате даже был свой ПК, на который мой персонаж, вероятно, играл в Fortnite. К сожалению, остаться в этом ламповом убежище нельзя, ведь еда закончилась, пивас выпит, а каточку в Fortnite с братьюнями не провести. Они ведь линяли. Ну и вы, недолго думая, покидаете свой уютный дом и оказываетесь в страшном месте, где душа терзает в раскалённом жире, а черти готовы сожрать вас говном. Так, не понял, это чё, кадры с работы? Ладно, продолжим. Покинув убежище, вы очутитесь на просторах постапокалиптической Вирджинии, где вы вольны заниматься чем угодно. Пойти по сюжету в поисках смотрительницы, которая сама слиняла в одиночестве, косплея батю из третьей части. Пойти на поиски любых живых людей, дабы выяснить, как нынче живётся. Кстати, долго искать их не придётся, двое бедолаг трутся сразу же уходу в убежище. Можно вообще забить на всех и пойти собирать мусор по руинам, дабы построить себе личный дворец из помой, со временем который может превратиться в реально красивое поместье. Ну или же бункер, тут в целом разнообразия хватает. Но лично я больше предпочитаю исследовать мир и его истории. Собирать различные записки, глазаписи, изучать локации на предмет того, что в них могло произойти. Это, быть может, и звучит как-то не очень весело, но, как по мне, проработано куда лучше, чем те же сюжетные задания. Я дальше ещё затрону эту тему. Сюжет в игре есть, и он крутится вокруг некого вируса, который заражает людей и превращает их в подобие диких гулей, только с одеждой и способностью держать в руках огнестрел. Вирус этот со временем превращает своего носителя в кристаллы, коих вы так часто будете видеть на своём пути. А перед нами же стоит задача разобраться, как он появился, и создать от него вакцину. На своём пути вы постречаете самых разных тварей, как и хорошо вам знакомых по прошлым частям, так и совершенно новых. Наткнётесь на рейдеров и поселенцев, мусорщиков и сектантов. Иногда мне попадались новобранцев Братства Стали и бедолаги Гули, которые в своё время не оформили подписку и стали похожи на... Не бей меня! Механика стрельбы в игре реализована крайне странно. При попадании во врага вы вообще не почувствуете, что хоть как-то его ранили. Поэтому лично мне больше нравилось сражаться в ближнем бою, что как по мне на голову лучше стрельбы. Но если дальний бой это ваш выбор, в помощь вам есть в адс. Это некий режим автоноведения, при использовании которого тратятся очки. Так что использовать его по кд не получится. А оружия в игре хватает, как и для ближнего боя в виде ножей, бит, перчаток, лопат, мачете и более смертоносных их вариаций, так и дальнего. Где ваш выбор ещё больше. Пистолеты, револьверы, дробовики, ружья, винтовки, автоматы, гранатомёты, базуки и конечно же более современные варианты. Стреляющие всякой кислотой и энергетическими зарядами а-ля Звёздные войны. Всё это добро вы сможете выбивать со своих врагов, искать по локациям, крафтить сами, если конечно есть нужные схемы, и конечно же получать в качестве награды за выполнение разных мировых событий, коих в игре навалом. Бродя по вражению, вы часто будете натыкаться на подобные дополнительные задания, как захват территории, уничтожение ордмобов, сопровождение объекта до точки и другие более хайлевельные мероприятия. Как например взрыв ядерной бомбы, где и собрались все игроки, которых вы будете пытаться найти на карте. В этом кстати заключается одна из проблем игры, вы не часто будете видеть других игроков, а если и наткнётесь на них, то скорее всего они не обратят на вас никакого внимания, разве что отсыпят немного схем, оружие и брони. Схемы эти кстати наверное лучшие, что вы сможете добыть, так как благодаря ним вы сможете создавать новые виды брони и оружия, а также модифицировать их на станке. Броня делится на несколько слоёв, основу как например комбинезон убежища, поверх него нагрудник, броня на обе руки и ноги, поверх этого вы можете надеть какой-нибудь костюм, чтобы выглядеть не так, а например так. Есть ещё конечно броня, которая целиком надевается на игрока, не позволяя надеть отдельные компоненты, но как правило она всегда хуже. И да, конечно же я не забыл про легендарную силовую броню, что стала визитной карточкой Фулуча как в Улдбой, она же выступает в роли ещё одной дополнительной брони, у которой есть как и свои плюсы, так и минусы. Например, грузоподъёмность и соответственно защита станут куда больше, но вот скорость будет сильно ниже, ровно как и манёвренность. Заняться в игре есть чем? Выполняйте задания, проходите сюжет, ходите в данжи, исследуйте лоры и окружающие вас земли, что на мой взгляд лучшее в этой игре. Постройте себе внушительный такой дом и личную сеть убежищ. Например, выполняет цепочка заданий по поиску смотрительницы, которая кстати обосновалась в огромном доме со всеми удобствами не так далеко от стартовой локации. Вы обучитесь строительству. Постройка здания осуществляется благодаря одной... штуке под названием КАМ, которую вам дадут ещё в убежище. У меня язык не поворачивается назвать механику строительства удобной и увлекательной, но в целом особого гнева она не вызывает, хотя и на голову хуже реализована, чем в четвёрке. Из плюсов вы можете построить свой дом практически в любом месте, правда есть нюанс. Серваки и Фолучи это вам не огромный мир Тесо, тут всё поделено на игровые сессии, в которых дружно себе собирают консервные банки около 30 игроков. Так что при выходе из игры ваш дом выходит вместе с вами, а вот когда вы вернётесь обратно, не факт, что уже кто-то не обосновался на вашем излюбленном месте. Но в целом это не беда, вы можете спокойно перезайти на другой сервер, где это место свободно, или же просто перенести свой камп в другую зону без повторного строительства. Главное, чтобы ландшафт подходил. Итак, чем вас может порадовать эта механика, помимо установки потолка, пола и стен с окнами и дверью, а также обустройства интерьера внутри? Вы сможете коллекционировать предметы, выставляя всем на показовые трофеи, так тяжело добытые в честном бою. Устроить огромный рынок по продаже всеразличных товаров, поставить ловушки и турели, чил-зоны и в целом всё то, что сгенерирует ваша фантазия. Если вам не особо нравится Sims 4 в поисках металлолома, скажу, что оно не то чтобы обязательно, но порой будет появляться в заданиях, да и хранить ваши вещи где-то надо. Вы, конечно, можете воспользоваться ящиками, раскиданными по всей карте, но как по мне это не особо удобно. Кстати, если какой-то классный чел попробует у вас что-то украсть, при всём желании у него это не получится, так как каждый подобный сундук ведёт к вашему конкретному схрону. А если вы захотите кого-то заскамить, то можете и сами прослыть мамонтом. Единственное, что вы сможете отобрать у другого игрока, так это мешочек с хламом, который падает с его тела. В получи, кстати, есть одна интересная особенность, из-за которой тут всё не так просто. Ведь вы не сможете нанести урон человеку, который вам не ответит взаимностью, так что даже хлам и его вам не видать. Вот такой вот диснеевский фоллаут. Продвигаясь сквозь густые леса Верджинии, к люкленному болоту, ядовитой долине, дикому рубежу, тёмным топям и моей любимой зоне шлаковой бездны, вы не раз попадёте в передрягу, подхватите радиацию или какую-нибудь болезнь. Для избежания этого или же лечения уже существующих болячек, вам понадобятся стимуляторы, радикс для защиты от радиации, антирадин для снятия той самой радиации с организма, лекарства от болезней и всеразличные усилители ваших способностей, которые могут, к слову, вызвать привыкание. Всё это добро вы сможете найти по всей карте или же скрафтить сами. Радиация, кстати, не всегда несёт негативный эффект, в основном она просто не позволяет вам хилиться до 100%, но зато даёт вам новые способности, которые в игре называются мутации. Это может быть улучшение навыков стрельбы, большая скорость передвижения, прыжки, как у кенгуру и прочее-прочее. Правда, если вы решите вылечиться от радиации, уйдёт и ваша способность. Вообще, что касается развития вашего персонажа, Фолучи работает немного иначе. Повышая свой уровень, вы сможете прокачать силу, выносливость, интеллект, харизму, ловкость, восприятие и удачу. Система эта называется спешл. Но вместе с прокачкой вы будете получать ещё и карточки, что будут давать вам большую грузоподъёмность, увеличение атак ближним или дальним оружием, способности взламывать замки и терминалы, добывать больше еды и медикаментов, а также бонусы на прохождение в кооперативы или одиночки. Выживать в постапокалипсисе нелегко, так что помимо прочего, вам часто придётся задумываться о пропитании. Делать это несложно, разработчики специально упростили эту механику, дабы игрокам не приходилось вечно тратить на это кучу времени. Еду и воду вы сможете найти практически везде, начиная от довоенных продуктов питания и заканчивая охотой на животных или тварей покрупнее и дальнейшем её приготовлении. Воду же вы можете налить из любой реки и потом просто её вскипятить на костре. Вообще видов ресурсов в игре немало и вам вечно не будет хватать места, чтобы её донести до своего дома, так что советую вам сразу же выбрать стиль игры и носить только то оружие, что вам нужно. А также не борщите со всяким хламом, по первости он вам вообще не будет нужен. Вы, кстати, сможете скрафтить себе рюкзак, ну или же где-то найти, благодаря нему вы сможете таскать на себе значительно больше хлама. Помимо еды вы также можете задуматься о комфортном с ней своём досуге, так как выспавшийся персонаж и поигравший, например, на гитаре, получат некоторые бафы. В целом геймплей на сегодняшний день не сильно отличается от сингловых частей, разве что тут есть ещё бегающие живые ребята, с которыми можно ежедневные активности повыполнять. Ядерную бомбу взорвать, после чего выскочат суровые твари, наград за которых на голову выше, чем с простых мутантов. Ну и выше названные данжи. Да, прям как в ММО, кстати, они тут очень даже неплохие. Пвп же в игре мертво, да и не заточена игра под него, так что уважаемые нагибатели 228, всё, ваша остановочка. В ПВЕ же вы спокойно сможете постигать контент, но повторюсь, что связаться с игроками практически невозможно, так что придётся общаться с помощью эмоций. Ещё из позитивных моментов отмечу частые обновления, добавления контента и разных новых активностей, которые, к слову, все бесплатные. Вот относительно недавно анонсировали новую локацию город Пит, тот самый, который вы могли посетить в дополнении к Fallout 3. Порой их, конечно, задерживают, но как по мне, лучше так, чем куча багов на выходе. Сейчас я затрону очень щепетильную тему, но я пойму, если вы со мной не согласитесь. Речь пойдёт о том, как надо играть в Fallout 76, а точнее, надо было, так как сейчас уже всё поменялось с приходом NPC Virginia. 76-й Fallout многим не понравился не только из-за своих технических проблем, а также сратому маркетингу, но и тем, что её банально не выкупали, не понимали её фишку. Все ожидали от неё то, что было в сингле, но с добавлением к коопу, да и рекламная кампания не особо пыталась развить это заблуждение. По итогу, несложно догадаться, почему игру залили просто тонны негативных оценок, обзоров и комментариев. Чем-то напоминает историю с ТСО на старте. О ней, кстати, ролик у меня тоже есть, можете потом глянуть, если вам это интересно. Fallout 76 был про исследование неизвестного вам мира, который только недавно отошёл от основных последствий ядерной войны. Его нужно было изучать, узнавать различные истории людей, которым не повезло попасть в убежище в Деникс. Ещё, как по мне, стоило использовать в качестве первой локации не пышный лес, а, например, вторую по счёту зону, в которую вы попадёте по сюжету. Это южно-западная часть карты. Ощущения были бы уже совершенно другие. В итоге, сегодня Fallout 76 представляет из себя то, что от него ожидали на релизе. Контента в игре много, активных игроков тоже. Баги, само собой, есть, но они даже далеко не напоминают тот ужас, что был на старте. В целом, мне игра понравилась в обоих своих состояниях, и то, что подразумевалось в начале, без багов, естественно, и то, что мы имеем сейчас. Если вам нравится четвёрка, я рекомендую вам приобрести 76-й Fallout по хорошей скидке и поиграть самим. Если же вы почётный фан New Vegas, то скорее нет, считайте это эволюцией четвёртой части. Итак, мы уже посмотрели на две онлайн-версии основных мастодонтов беседки. Сегодняшний Fallout 76 и TSO. Как вы поняли, они обе мне зашли, разве что Zelda's Cross Online, как по мне, проработана куда лучше, и она надолго закрепится на моём канале. Если вам будут интересны ролики по сингловым играм этих двух франшиз, напишите об этом в комментариях. Я с радостью возьмусь за них в рамках рубрики Ностальжи. Это, если вкратце, рубрика, где я говорю о старых играх и стараюсь погрузиться во времена их выхода. Ну а на сегодня всё. Спасибо вам за просмотр, надеюсь ролик вам понравился, и вопрос, стоит ли играть в Fallout 76, больше не актуален. А я же буду благодарен вашему лайку или же дизлайку, если ролик вам не понравился. Приходите к нам на Twitch, я стараюсь стримить еженедельно по субботам или воскресеньям. Если же вы пропустили стрим, то их записи вы можете увидеть на моём втором ютуб-канале. Залетайте на наш Дискорд сервер, чтобы пообщаться, собрать пати в какую-либо игру, найти единомышленников, у нас там для каждого найдётся местечко. Вступайте в группу ВКонтакте для отслеживания информации, ну и конечно же Инстаграм моего кота, там есть видео, как он собирает железные банки. Также отдельно благодарны спонсорам этого канала, а именно До новых встреч, увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok